Всем привет! В этом ролике я буду делать развертку данной low-poly модели, которая у нас осталась в предыдущих роликах. В первой половине ролика я буду делать это все в блендере, то есть стандартными средствами, а во второй половине я покажу как это делать уже с помощью Resom UV. Resom UV я выбрал потому, потому что в нем можно достаточно быстро и легко разворачивать вот подобного масштаба конструкции, то есть прямо огромные совсем конструкции, это делается буквально очень-очень быстро, чего бы мне не позволило это сделать Blender. Так вот давайте в общем перейдем сам Blender. Итак я запустил Blender, теперь давайте разберемся с иерархией объектов, также у меня в правом нижнем углу как обычно можете видеть сочетание горячих клавиш, которые я использую, то есть вот передвину shift middle mouse написано. В прошлом ролике мы сделали сварной шов и он у нас как бы находится вне коллекции, то есть он должен находиться внутри VSS High, он находится здесь, его можно просто выделить и перетянуть в VSS High, либо же просто нажать клавишу M, появится move to collection и переместить его в VSS High, вот так вот, все. Также у нас в VSS High у нее скрыто, ну точнее снял значок, чтобы можно было выделять, то есть я вот щелк и не могу ничего выделить, собственно я сейчас его включу, чтобы он мог выделить и хочу вот этот элемент отзеркалить вот на эту сторону, потому что я опять же не делал mirror в прошлом ролике, давайте это сделаем сейчас, то есть у меня сейчас опять же два способа как это сделать, сначала давайте просто накинул модификатор, то есть опять гаечный ключ, add modifier и mirror, добавляем mirror, но mirror опять же работать некорректно, так как у нас origin объекта стоит внутри объекта по сути, а нам нужно относительно нулевой координаты по оси X отобразить сюда. Собственно можно сделать сброс location, то есть из item зайти, то есть видите у нас здесь по X, то есть не равно нулю, давайте сбросим просто location, control A, location, как видите origin ушел сюда и теперь у нас можно видеть, что симметрия сработала правильно, то есть потому что у нас по оси X стоит, вот здесь галочка, то есть там так и нужно, но если вам не хочется, чтобы у вас здесь была origin, а допустим вот здесь я оставался только по центру, ну то есть на оси X по нулям стоял, то как это сделать, давайте нажмем control Z, чтобы отменить это действие, вот вернули обратно сюда origin, могу просто переместить сюда курсор и потом поставить origin к курсору, как это сделать, опять же нажму n кнопку, чтобы вызвать n панели, зайду на вкладку view и где 3d курсор, видите вот у него координата x, то есть не равна нулю, я могу просто поставить 0, 0, enter, все у нас курсор уехал вот сюда в нулевые координаты, вот он, а теперь скрою панель, просто еще раз нажав m, теперь я нажимаю просто при выделенном вот этом объекте правый клик и set origin, то есть установить origin и origin to 3d курсор, то есть origin к 3d курсору, жмякаю и все, у меня вот там все сработало, при этом origin у меня достаточно близко к геометрии, то есть удобно просто будет манипулировать, если что, ctrl z, теперь с high poly на этом этапе пока что все, давайте ее отключим, просто нажму здесь галочку коллекцию, чтобы ее убрать и включим нашу low польку всс low, галочку вот и давайте сразу же развернем, я опять же буду показывать несколько способов, то есть как развернуть, ну на примере, не знаю, давайте на примере вот этого элемента, то есть я развернем его в блендере и потом разверну уже всю модель в « wegome UV» потому что я буду использовать « wegome UV», это гораздо... ну не то что проще, но гораздо лучше будет. Чтобы развернуть модель, то есть представьте, что вот у вас вот этот цилиндр, он сделан из бумаги ну или еще проще, представьте, что у вас есть куб, который состоит из бумаги то собственно чтобы сделать развертку вы должны разрезать этот куб таким образом, чтобы он превратился в плоскость, То есть из трехмерного объекта получить плоский объект. Вот то же самое нам нужно сделать и здесь. Для этого нужно перейти на вкладку UV Editing, то есть UV редактирование. У нас сразу же заходит режим редактирования этого объекта. Также, как видим, у нас с прошлого ролика, когда мы помечали вот эти Edge Sharp'ами, ну то есть как Hard Edge, помечали Edge Sharp'ами, то есть они у нас стали такими голубыми. Это будет немножко мешаться, поэтому давайте отключим их. Я нажму, просто вот наведусь сюда на верхнюю панель и просто нажму колесико мыши и могу теперь таскать влево, вправо, потому что у нас вот видите, там справа элементы, они просто вот там скрыты. Я их сюда вытягиваю, чтобы открыть вот эти overlay, то есть overlays нажимаю и здесь есть вот эти четыре кнопочки, я снимаю Sharp. То есть Sharp отключаю и все, у меня теперь ничего мешаться здесь не будет. Можно спокойно нарезать геометрию. Теперь опять же я могу нажать цифру 1, да, вот чтобы отображались вершины, либо же двойку, чтобы ребра, либо же тройка, чтобы выделялись полигоны. То есть вот единица, вертексы, двойка, ребры, ну и так далее. Удобнее всего нарезать, естественно, при ребрах. То есть вы можете Alt Shift левый клик, то есть выделить целый луп и просто отрезать его. Собственно, как это отрезать? Вы выделяете опять же луп какой-то, Alt Shift левый клик, либо же просто щелкаем какой-то полигон один, ну не полигон, а ребро. То есть либо с Shift, либо с Ctrl вот так вот сюда можно провести. В общем, выделяете ребра, то есть давайте Alt Shift левый клик. И правым кликом можно пометить как шов, то есть Mark Sim. Mark Sim, и он становится красным. То есть это означает, что он теперь будет отрезан, этот элемент. Давайте я просто выделю все и нажму U, Unwrap. То есть теперь можно увидеть, что у нас вот этот элемент отрезался в этом месте, вот основной, но у нас тут, видите, из-за того, что еще мало швов, то есть у нас вот тут такие всякие перетяжки, то есть тут какой-то элемент присоединен к другому. То есть это все нужно сейчас будет грамотно разрезать, ну и так далее. Давайте продолжим дальше. Также покажу вам сейчас хитрость. Ну давайте перейдем на вкладку Layout, чтобы побольше была область. То есть у нас вышел из-за чима редактивный, нажму Tab, чтобы в него опять зайти. Можно снять выделение все и просто нажать кнопку Select. Select, и здесь есть такая штука, как Select Sharp Edge. То есть он выделит нам все те шарпы, ну точнее все вот эти грани, которые имеют какой-то угол отличительный от плоскости. Опять же этот угол можно там самому покрутить, настроить. Но суть в том, что он выделит нам все жесткие грани. Давайте это сделаем, нажму Select, Select Sharp Edge. Опять же из-за шарпа вот этих плохо видно. Давайте вернемся в Overlay и отключим опять шарпы. Вот. То есть видите, он нам пометил как раз таки все грани, которые имеют вот какой-то угол. Опять же этот угол при выделен, ну точнее вот нажимаете Select, Select Sharp, и у вас вот такая менюшка, и здесь можете менять угол. То есть я могу поставить какой-то другой угол, и тем самым контролируя, что мне нужно выделить, что не нужно выделить, ну и так далее. Давайте вернем опять на 30. В принципе он и так нам все хорошо выделил. И вернемся на UV Editor. Вот. Теперь опять же я правым кликом и Mark 7. То есть вот. Теперь давайте опять с помощью клавиши A выделю весь объект. Это вот так вот немножко отскелю, чтобы было все видно. И нажму U, Unwrap. Вот. У нас опять развернулось, но как видите, у нас развернулось не очень корректно, потому что это должно побольше в область быть. То есть вот сюда должно все поместиться, а у нас куда-то в угол. За счет того, что у нас вот этот объект очень много места занимает, и оно не может нормально отмасштабироваться. То есть нужно опять же там дальше нарезать геометру. Но тем не менее уже видите, что-то уже происходит здесь. Давайте разбираться собственно в чем дело. Дело в том, что у нас имеются вот такие элементы. Давайте тройку нажму, чтобы полигон выделить. Выделю вот этот элемент. То есть как видите, вот он выделился у меня. Это как раз вот эта самая большая часть. Она занимает очень много места. За счет того, что у него шва нету внутри. То есть так как это цилиндр, его нужно еще разрезать вот здесь. То есть я нажму двойку, чтобы выделять ребра. Выделю вот это ребро. Опять же это будет здесь шов. Я его делаю вот так вот сверху, потому что в основном на модели смотрят. Особенно на оружие вот так вот. Примерно с таких углов, да, вот как-то сверху вниз. А не вот так вот из-под низу. Поэтому я шов вот спрячу вот туда наверх. То есть швы нужно всегда прятать в какие-то такие места, где их будут, ну, мало замен. То есть, ну, это не касается вот таких мест, потому что здесь уже, ну, по-другому не сделать. И также опять правый клик. Mark C. Все, пометил его. Давайте еще раз переразвернем. You unwrap. Вот. Уже лучше. То есть видите, оно уже меньше в области вот это стало, чем в прошлый раз. И более-менее правильно развернулось. Хорошо. Давайте теперь следующие элементы. То есть можно видеть, что здесь еще что-то у нас не то. Теперь давайте исправлять вот такие, опять же, штуки, которые какие-то перетяжки имеют. Это, скорее всего, все по тому же, ну, по тому же принципу, что и здесь с этим элементом было. Давайте дальше развернем вот эти все цилиндры. То есть здесь я на этом элементе, вот на этом, сделаю шов вот здесь вот. То есть разверну вот так вот. Вот Mark C. Опять же, you unwrap. Вот. Что-то, вот он, элемент. Разверну его вот таким образом. Дальше давайте вот так вот всю модель просто вот здесь вот разрежем точно так же. То есть, хотя давайте сначала вот эти большие цилиндры разрежем. То есть я не тот, увидел edge. Вот этот центральный. Потом вот здесь вот центральный вот этот edge. И то же самое здесь я сделаю. Теперь правый клик. Mark C. Пометил как шов. Нажимаю you. Unwrap. Все, развернул. Также давайте для удобства подключим чекер, чтобы можно было смотреть, что у нас здесь происходит. Можно здесь вот нажать просто, где плюсик new. И выбрать какой-то размер, например, ну, пускай будет, не знаю, 2048, пускай будет как-то так. Ну и здесь тоже поменяем 2048, enter. Либо можно еще просто навестись курсором вот на первое поле, зажать левый клик и провести немножко ниже. И у нас появится сразу же, ну, точнее, можно редактировать сразу же два значения. Например, 4096. То есть видите, я только вверх вожу, а меняется сразу же в двух полях. Это, в принципе, для любого поля практически работает. Enter. И здесь в качестве типа я укажу, то есть blank, это черная текстура будет. UV grid, это будет текстура в виде шахматной такой доски. Color grid, это как шахматная доска, только она будет цветная и с различными цифрами и буквами. Я возьму, как бы, последнее, потому что она позволит мне видеть направление текстуры. Я нажму ok. То есть, как видите, у меня текстура добавилась, она также увеличилась в размере. И теперь нужно сделать, чтобы это отображалось вот на этой модели, потому что у нас сейчас тут ничего не отображается. Потому что нужно в материале, то есть зайти на вкладку material, так как мы уже создавали в прошлой ролике вот этот материал, да, зеленый. Можно в base color нажать здесь кнопочку вот эту с точечкой такой и выбрать image texture. И здесь потом из выпадающего меню, то есть вот из такого, выбрать untiled. То есть, ну, ту текстуру, которую мы создали. Либо же просто открыть какую-то свою там другую текстуру. Например, я уже скачал, я вам потом покажу вот эту текстуру. Вот так же, давайте кнопочку покажу, вот отображение текстур. То есть мы ее потом подключим. Но ничего у нас не отобразилось. Для того, чтобы отобразилось, нужно включить режим отображения материалов. То есть, нажимаю Z и выбираю look dev. Вот, пожалуйста. И теперь у нас вот все отображается. Давайте я из режима редактированного выйду. Нажму control space, чтобы развернуть на область побольше, так скажем. То есть у нас так же, так как материал везде применен, то и сюда тоже вот эта текстура подключилась. Но так как она у вас не развернута, то видите, что у нас тут все вообще неадекватно отображается. То есть тут что-то подтянуто, тут перетянуто. Единственное, что... Так, давайте клипинг опять настроим. End, View и Clip Start, уменьшую, чтобы можно было нормально видеть модели вблизи. Вот, здесь вот еще нормально отображается. То есть в этом участке, но здесь уже начинаются перетяжки какие-то страшные. И здесь тоже. У нас интересует вот эта модель пока что. Можно также для удобства нажать Shift-H, тем самым скрыть все элементы, кроме выделенной, и работать пока что только с ним. Давайте вернемся обратно. Control Space. И посмотрим, где нам нужно еще какие-то разрезы сделать. То есть, как видим, у нас вот здесь вот какая-то проблема явно имеется. Но опять же, по той же причине, что это цилиндрическая форма, ее нужно тоже разрезать. Так же, как и вот эти цилиндры делали. Давайте это и сделаем. То есть я зайду в Tab. Опять же, для удобства Control Space нажму, чтобы развилить побольше. И выделю вот здесь вот это ребро. Нажму правый клик, Mark Sim. Теперь давайте другие посмотрим элементы, где подобная проблема. Вот, например. То есть то же самое здесь выделяю этот Loop. Точнее, это ребро, правый клик, Mark Sim. Все. И где-то там дальше тоже самое сделаем. Выделяю здесь. Mark Sim. И вот это. Mark Sim. Control Space, чтобы вернуться назад. И давайте опять выделим весь объект. A. Потом U. Unwrap. Вот он переразвернул. И посмотрим, как теперь текстура лежит. О, теперь видите, у нас никаких искажений нет. Все четко и хорошо. То есть квадратики являются квадратиками, а не какими-то перетянутыми вещами. Так. И в принципе можно уже на этом как бы закончить в плане текстурирования. Ну, точнее в плане разверки вот этого элемента. Но есть еще одна проблема. Это, например, вот эти вот участки. То есть давайте я нажму тройку, чтобы выделять полигон. И выделю вот этот, чтобы показать его. Вот эту штуку желательно тоже развернуть в плоскость. Ну, сделать разрез вот здесь, чтобы он развернулся в такую, в прямоугольник. То, что в данном случае, вы видите, он имеет просто окружность такую. Это нужно для того, чтобы у нас текстура как бы... То есть видите, она немножко неадекватно лежит. То есть я хотел бы, если, допустим, у меня будут волокна какие-то. Опять же я сейчас подключу другую текстуру. Давайте ее и подключим сейчас, которую я скачал. То есть здесь я просто нажму вот эту папочку, чтобы открыть вот это меню. И выберу Downloads. То есть у меня она в папке загрузки. И выберу вот эту текстуру. Это просто текстура металла. Нажму Open Image. Вот. То есть я специально взял такую текстуру, чтобы была вот эта вот такая как бы полосоватая. Ну, то есть полоски присутствовали, чтобы было четко и хорошо все видно. Так. Теперь давайте посмотрим. Во-первых, как можно видеть, что у нас направление немножко неправильно идет. То есть здесь оно вот правильно идет. То есть вот это, ну, горизонтально. Здесь оно идет вертикально. Здесь горизонтально тут тоже как-то непонятно оно у нас расположено. То есть вот так. Ну, можно в принципе тут так и оставить. Либо сейчас сделать так, чтобы оно было как бы вот эти линии по кругу шли. Давайте попробуем это сначала где-нибудь вот с конца начнем это делать. Опять же зайду в режиме детектива с помощью пары же Tab. И начнем вот с этого как раз таки выделенного элемента. Потому что видите, у него как волокна располагаются неправильно. А мне нужно, чтобы они шли вот так вот. И потом как-то вот сюда вот переходили. Давайте здесь сделаем разрез. Правый клик, Mark Sim. И опять U, Unwrap. То есть видим, у нас сейчас немножко неправильно. Давайте пошлю тройку. Alt, левый клик, чтобы выделить эти ребра. И ищем, где у нас вот этот объект. Вот он. Теперь можно увидеть, что он у нас, вот я его выделил. Немножко неправильно развернулся. Точнее он развернулся правильно, но мне нужно его в абсолютно ровную такую полоску. Чтобы это сделать, не все так просто. То есть я должен сначала выровнять один полигон. И потом уже все остальные относительно вот этого выравниваться будут. То есть с помощью там одной функции. Давайте это попробуем сделать. То есть я нажму вот эту вершину. Включу, наверное, привязку. Привязку и здесь поставлю на вертексы. Теперь я выделю вот эту точку и выровняю ее относительно вот этой. Я буду использовать горячие клавиши. Также, так как это плоскость, то здесь всего две координаты. То есть это Y координаты и X координаты. То есть Z координаты здесь нет. Поэтому я нажму G. Так у нас куда-то не туда склеивается. Я нажму Y. И выровняю вот ее относительно этой точке. То есть я просто навел на нее. Она, видите, выровнялась. Просто левый клик. Теперь вот эту точку, вот эту выровняю относительно вот этой. То есть опять же GY. И навожу вот на эту точку. То есть вот она выровнялась. Теперь мне нужно вот эту точку выровнять сильно вот эту. Ну или наоборот вот это относительно этой. Давайте вот это, которое уже выделено. Нажму G. Теперь X. И навожусь на эту точку. Вот она у меня выровнялась. И здесь то же самое. Ну вот эту точку относительно вот этой тогда GX. Навожусь на нее все, выровнялась. Нажму тройку, чтобы выделять полигоны. Вот. И можно правым кликом нажать follow active two quads. Вот. Тем самым мы выровняли это в одну такую полоску. И теперь у нас текстура. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Нажму точку, чтобы сфокусироваться. Вот. Видите у нас, как теперь волокна идут. То есть они вот так вот загибаются плавно по всей геометрии в этом месте. Опять же, давайте найдем этот участок. На развертке. То есть я хочу, чтобы у меня волокна не вот так вот располагаются, а наоборот вот сюда. Соответственно, мне нужно вот этот элемент, наверное, повернуть как-то вот так вот на 90 градусов. Вот 90. Enter. Вот. Теперь видите, у меня как волокна располагаются. Так, как мне и нужно. Вот. И примерно то же самое нужно делать со всеми элементами, то есть которые имеют какое-то неправильное расположение, ну и так далее. Но опять же, то есть представляете вам, это все нужно постоянно выравнивать. Выравнивать это все там относительно другого. Для этого, конечно же, есть куча аддонов, типа UV Packmaster Pro, Text Tool, Magic UV, ну и там прочие аддоны. Но это такой геморрой с этими аддонами, поэтому я это все делаю в Resom UV. Давайте теперь приступим к развертке в Resom UV. Так, теперь давайте перейдем к развертке в Resom UV. Но перед этим я опять же покажу проблему, которая у вас может быть. Она зачастую как бы иногда нужна, иногда не нужна. Это когда у вас на модели, ну на объекте имеется модификатор Mirror. То есть как видите, у меня всего лишь для редактирования доступна только половинка. Давайте опять же это сейчас по-быстренькому в Блендере покажу. Вернемся в UV Editor. Теперь я выделю весь объект и сделаю ему автоматическую развертку. То есть я выделил объект, нажимаю теперь U и делаю Smart UV Project. И просто нажму ОК. В общем вот он какую-то там развертку сделал, да, вот автоматическую. И в принципе нажму Tab, чтобы выйти и вернусь обратно в Layout. Теперь давайте включим здесь отображение текстуры и посмотрим, что тут происходит. То есть мы можем видеть на примере вот этого участка, что здесь по-любому идет шов, потому что у нас здесь темная часть, а тут уже светка идет. И там абсолютно то же самое. То есть у нас абсолютно зеркально отобразились вот эти элементы на развертке. Это иногда как бы плохо в том плане, если мы начнем это все делать, текстурировать. Давайте, например, я перейду в Texture Paint. Вот. Приближусь как-то. Нажму правым кликом, чтобы вызвать свойства кисти и поставим какой-нибудь там красный цвет. Вот так вот. И теперь я попытаюсь здесь нарисовать. И видите, у меня сразу уже меняется и с этой стороны. Там еще лишнее немножко что-то зацепил. Теперь я рисую здесь, то то же самое у меня отображается и там. Это не всегда бывает нужно, потому что это будет очень странно. Потому что если вы в игре как бы используете статическое освещение, то если с светом кто-то сюда посветит, например, то у вас точно так же будет светиться и с этой стороны. То есть это не всегда нужно. Поэтому это нужно как бы текстурировать индивидуально. Ну, опять же, в зависимости от ситуации. То есть у вас развертка должна быть не оверлапнутая. То есть в данном случае, если... Давайте, опять же, вернемся в Layout пока что. Применю модификатор, то есть нажму Apply. И вернемся обратно в UV Editor, чтобы посмотреть, что у нас произошло. Теперь давайте я нажму вот эту кнопку, чтобы выделять целые острова. То есть их называют по-разному. Либо оверлапы, ой, точнее не оверлапы, а айланды, исланды, острова и так далее. То есть я их просто буду острова называть. Нажму эту кнопку и выделю вот этот остров. То есть, как видите, у нас вроде бы здесь один элемент, казалось бы. Но если я нажму... Так, давайте привязку выключим, чтобы у вас там ничего не прилипало. Если я нажму теперь G, чтобы переместить, то, как видите, у нас под этой частью находится другая разберка. То есть это та симметричная часть. И они как бы вот, получается, вот это называется оверлапы. То есть они стакнуты. Это вот опять же плохо для движков, потому что... Ну опять же, я уже раньше чуть-чуть пояснил, что может быть. Ну и показалось, что, соответственно, вот здесь вот красным цветом. Давайте вернемся обратно в Layout. В принципе, это все так я оставлю. То есть текстуру мы можем всегда удалить. То есть у нас просто ничего здесь не останется. Чистая геометрия. Давайте я просто удалю эту текстуру, чтобы она нам не мешалась. То есть я просто зайду на Surface, он у нас свернулся. И просто в Base Color нажму здесь крестик, чтобы удалить текстуру. Все, видите, у нас теперь текстуры здесь нет. Так, все. Теперь давайте это отправим в Resom UV. То, что мы применили модификатор, так и нужно, чтобы у нас как бы индивидуально можно было текстурить каждый элемент. То есть здесь можно было красным нарисовать, здесь зеленым, ну и так далее. Все, теперь отправим это в Resom UV. Я буду использовать такую штуку, как мост для Resom UV. Он называется B2RUVL. Вот так он выглядит. То есть я выделяю теперь вот эти все объекты и нажимаю просто Senture Zoom. Но перед этим нужно убедиться, что у меня либо будет редактироваться моя предыдущая развертка, то есть так как мы здесь уже что-то разворачивали, то можно как бы отправить с помощью вот Edit и Senture Zoom. И тогда у нас как бы в Resom UV будет отображаться то, что мы развернули. Либо же как новое сделать, то есть я буду делать как новую. И также если вы не знаете, как подключить мост, да, допустим, я ссылки опять же все оставлю в описании, то в Preference, то есть я нажимаю F4, Preference, раскрываю весь экран, чтобы было лучше видно. Поставлю здесь на User, чтобы включить пользовательские аддоны, которые я установил. И так, где он у меня? Вот он у меня, мост. И здесь можно переключаться в Preference на две программы, то есть которые будут использоваться либо UV Layout, либо Resom UV. То есть я использую Resom UV, я ставлю галочку. И также впав в Resom UV, нужно указать путь, где находится ваш Resom UV, то есть где находится Exe-шник, Resom UV, Exe, вот это вот, вот этот ярлык. У меня находится диск C, то есть я от Volnus раскрываю, диск C, Program Files и Resom Lab, Resom Lab, Resom UV 2019. И вот она у меня, вот этот Exe-шник находится. Я просто нажимаю потом Accept и все. И тогда он будет работать. Давайте вот выделил элементы, нажимаю Send to Resom UV. Вот у меня отправилась. Здесь управление. Alt-левый клик позволяет вам вращаться. Alt-плюс правый клик позволяет вот так вот плавно масштабироваться. И Alt-плюс колесико мыши позволяет вот так вот перемещать объект. Также как мы настроили Sharp уже, то можно точно так же, как я вам показывал в Blender, что можно автоматически их выделить и сразу же разрезать. Давайте это сделаем. Здесь есть такая вот кнопка вот с такими полосочками. Давайте найдемся на нее. Посмотрим, как она называется. Shove Model Groups. Давайте откроем ее. И здесь как раз таки можно выделять элементы. То есть видите, по группам сглаживания, по материалам, по объектам, по там еще чему-то. Давайте посмотрим по группам сглаживания. То есть я нажму сначала 0. И также нужно убедиться, что у нас вот здесь вот режим выделения. То есть либо точки, либо эджи, либо полигоны, либо айланды стоят. То есть да, ну острова. У меня стоят ребра, то есть то, что мне нужно. Нажимаю Select. То есть видите, он что-то там выделил, но это не то, что нам нужно. Давайте щелкнем в пустое место, чтобы сбросить выделение. Посмотрим первую. Select. О! А вот это уже выделилось именно то, что мы отмечали как выручную. Ну, кроме вот этого места еще. Ну, опять же, сейчас поглядим дальше. Давайте еще вторую группу. Нажмем Select. Вот. А здесь уже выделилось именно, ну, выделилось почти все то, что мы пометили как Edge Sharp. Только вот эту часть я не помню, помечал или нет. Давайте еще четвертую попробуем. То есть в пустое место клик и сбрасываю. Select. Да, скорее всего, это вторая группа наша. Выделяем ее. И это можно пока что скрыть. Вот. И теперь можно просто воспользоваться вот этими кнопками. Здесь есть Cut. То есть горячая клавиша C, это ножик. Либо Well. То есть можно сшиваясь в помощь клавишей. Доволь. То есть у нас, так как выделены ребра, я хочу их разрезать. Я нажимаю просто клавишу C. И все, пожалуйста, у меня все это разрезал. Теперь я могу нажать F4, чтобы выделять целые острова. Нажимаю Ctrl A, чтобы выделить весь объект. И нажимаю просто клавишу U. То есть Unwrap. Ну, по сути, это то же самое, что вот и в блендере. То есть нажимаем U, разворачиваем. И здесь то же самое. То есть вот Unfold называется. Потом можно сделать Optimize. То есть он там за релаксит эти все острова. Они как-то там развернутся, ну и так далее. Также можно поставить здесь значение. Как у вас будет, ну, насколько качественно все это дело разворачиваться, оптимизируется, упаковываться. То есть вот пэкинг сейчас мне пока что недоступен. Ну и так далее. То есть я поставил на 10. Здесь тоже на 10. Давайте еще раз нажмем U. То есть он развернул. Теперь нажимаем O. Это произошла оптимизация. И нажимаю клавишу P, чтобы упаковать все это дело. Вот. Ну, как видим, у нас опять же не совсем все адекватно разрезать, потому что нужно делать дальше швы. Собственно, щелкаю в пустое место, чтобы снять выделение. Нужно опять же здесь сделать разрез. То есть я теперь выберу вот этот пункт, Primitive Mode, да, и Mode Edge. Либо же F2 горячая клавиша. То есть вот щелкаю, выделяю вот это ребро, нажимаю C. То есть вот развернул. Теперь я хочу сделать разрез так же, как и в Blander. Мы делали, то есть вот так вот по всей длине. То есть я нажму. Кстати, давайте еще вот эту окружность тоже разрежем, что у нас текстура более плавно лежала. Также можно еще здесь включить отображение чекера. То есть вот можно здесь наверху в этих менюшках включить вот такую штуку. Она позволит вам все это дело видеть, как у вас лежит текстура. Также можем видеть, что у нас какая-то часть синяя, какая-то красная. Это полоса внизу, видите, тоже, да, соответствует синему цвету, красному цвету. Это показывает перетяжки, либо наоборот стяжки. То есть у вас текстура либо она сжатая слишком сильно, либо наоборот слишком увеличена. И, соответственно, там, где красная и синяя, то есть какие-то проблемные места. Тут у нас все четко, тут пока что никаких проблем нет. Но я хочу по-другому немножко это все затекстурить. Также можно нажимать кнопки Patch Up, Patch Down. То есть там, где стрелочки на клавиатуре. То есть я вот могу тем самым увеличивать, либо уменьшать чекер. То есть я вот таким вот образом сделаю. Также можно включить чекер, где будут цифры еще. То есть вот этот вот чекер. Давайте также уменьшим. Нет, Patch Up нажимаю. То есть вот увеличиваю плотность текстуры. И, собственно, тем самым я могу видеть, как у меня располагается вот текстура. То есть в данном случае я хочу сделать, чтобы у меня как бы вот эти цифры шли по кругу. Поэтому я сделаю здесь разрез. То есть выделю это ребро, нажму C, нажму F4, чтобы выделить острова. Щелкнул по этому острову. И нажму U, Optimize и Pack. Он у нас развернулся, но как бы не совсем правильно. То есть он просто разрезался. Давайте еще раз. U, Optimize, Pack. Не хочет. И в блендере как раз-таки мы делали это все вручную. То есть чтобы сделать это в Resume UV, у меня просто достаточно выделить остров вот этот. И здесь вот, где Align, то есть выравнивание, сделать вот такую штуку. То есть я просто шелкаю вот так вот, и он у меня разворачивается в полосочку. То есть я буквально в один клик это все сделал. Текстура немножко подтянута получается, но ничего страшного. Зато он у нас идет по кругу вот так вот четенько. То же самое я хочу сделать здесь с внутренней частью. То есть так же, давайте я F2 нажму, чтобы ребра выделять. И сделать здесь разрез C. Можно его сделать сверху вот здесь, чтобы его не было видно. Но тем не менее, это уже на ваше усмотрение будет. Опять же нажимаю F4, выделяя этот остров. Здесь я просто навожусь на эту область, нажимаю F. И у меня фокусируется на этом объекте, который выделен. И нажимаю опять же U, Optimize, Pack. Опять же F. То есть вот он. У меня здесь то же самое дело с ним. Вот так вот, в полосочку его. Вот видите, у нас теперь текстурка здесь хорошо лежит. То есть видите, вот у нас как цифры идут по кругу. То соответственно та текстура, которую мы в блендере подключали с полосками, да, такая. Она была бы здесь вот так вот полоски по кругу. То есть вот мне просто так хочется. Так, теперь давайте развернем вот этот элемент. То есть видите, он тоже с подтяжкой. Так же как я в блендере. Нажимаю F2, чтобы ребра выделять. Выделяю это ребро. C. Развернем чуть-чуть попозже потом. То есть вот этот элемент тоже выделю здесь ребро. Нажимаю C. Вот этот элемент тоже C. Этот и с контролом. Вот это ребро. Так, что все слетело. Это и с контролом вот это. Вот. И C. Все. Я сделал разрез, я нажимаю F4, выделяю этот с контролом. Вот этот, вот этот остров. Тут я забыл сделать разрез. Но потом туда сделаем этот элемент. И вот этот элемент нажимаем U. Optimize. То есть букву O и P. То есть упаковать. Вот. Так же давайте здесь сделаем разрез. То есть F2. Здесь. С контролом. Здесь. С контролом. Здесь. Ctrl Z. Здесь. Ну вот и нажимаю опять же клавишу C. Чтобы сделать разрез. Так. Так же можно на клавишу E. Когда вы нажимаете, ну наводитесь на какое-то окно, нажимаете клавишу E. У вас раскрывается как бы на весь экран. Ну тут как бы на весь экран это относительно. Потому что тут целая куча окон различных, которые мешаются. Но тем не менее. Все опять же давайте сейчас посмотрим, что у нас произойдет. Если я нажму F4, чтобы выделить все. Так как мы там что-то пометили, что-то развернули, что-то нет. Я хочу выделить все. И нажать опять U. Optimize. Pack. И давайте опять нажмем E. И посмотрим, что у нас здесь произошло. То есть как видите, все, что мы разрезали и выпрямили. И у нас опять появилась вот такая каша. То есть давайте я опять же выделю все вот эти острова с контролом. Которые должны быть вертикальными. Ну или горизонтальными. Ну то есть ровными такими полосками. То есть вот я просто с контролом и левым кликом. Это все дело выделяю. И просто нажимаю вот либо на эту кнопку. То есть они у меня горизонтально ставили Ctrl Z. Либо вот на эту, чтобы ставили вертикально. Вот так вот. И просто вяжем Ctrl A. Выделяю все. Нажимаю просто P. То есть упаковать. Вот. Теперь он мне это как-то все более-менее упаковал. Так, давайте смотреть дальше, где еще нужно сделать разрезанную. То есть здесь у нас текстура хорошо лежит. Здесь надо посмотреть F4. Выделяю этот остров. Здесь нажимаю F. Посмотрим, как он тут лежит. Немножко перетянут, находя текстура. Давайте попробуем его оптимайс сделать. Нажимаем клавишу B. Ну точнее букву O. То есть видите, я нажимаю клавишу O несколько раз. И он мне это все дело релаксить. Тем самым он мне более-менее как-то это все выпрямил. И нажму просто клавишу P. Чтобы он куда-то это в другое место перепаковал. То есть видите, он мне более-менее равномерно перепалал. Тут на самом деле очень много функций. Я про них просто очень долго буду рассказывать. И как бы я делаю сейчас развертку более-менее хорошо. Но много функций еще на самом деле упускаю. Так, теперь давайте развернем вот эти элементы, которые у нас по бокам находятся. То есть цилиндры. В резоме V он умеет находить одинаковые элементы. Например, если я нажму F4, выделю вот этот остров. Он мне целиком этот объект выделяет. Я могу здесь нажать вот эту кнопку. Либо же горячие клавиши Ctrl M. То есть выделить идентичные острова, так скажем. То есть вот я нажимаю и он мне где-то ищет их. То есть вот, бум. Видите, он мне их выделил. Тем самым я могу выделять несколько элементов одинаковых. Потом их разворачивать. Также их можно стакать. Делать их в группу. Но опять же здесь я это показывать не буду. Так как мне нужно, чтобы у меня все элементы были индивидуально. Ну, то есть индивидуально располагались на своих местах. То есть не было такого, что я выделил остров. Нажимаю Tab, чтобы его можно было перемещать. Ну, чтобы не лежали друг на дружке. То есть вот так вот. Ctrl Z. Так, давайте сразу же разберем туда вот эту часть. То есть я возьму, наверное, инструмент Polygon. То есть выделить. И щелкну вот здесь по N-Gon. Это у нас N-Gon. Теперь щелкну с Ctrl вот эту часть. И просто нажму C. Все она у нас отрезалась. А здесь я просто сделаю разрезы вот в этих местах. То есть нажму F2, чтобы выделять. Ребра щелкну здесь. И с Ctrl щелкну вот здесь. И нажму опять же C. Опять же теперь нажму F4. То есть выделю этот остров. С Ctrl метод остров. С Ctrl метод. И вот этот. И опять же нажму U. Optimize. Пак. Вот они у нас здесь. Все развернулось четенько и хорошо. Так, теперь давайте посмотрим, что вот это у нас за элементы. Выделяю его. Нажимаю здесь F. Это у нас вот этот элемент. Здесь же опять его можно отрезать, в принципе, вот здесь. Вот по этой границе. Давайте я нажму F2, чтобы выделять ребра. Просто двойным щелчком сейчас щелкну. У меня сразу же выделится edge loop. То есть я просто два раза левым кликнул, кликнул. Нажимаю C. Разрезать. И шов на этом цилиндре. То есть видите, оно тоже все перетянуто. Давайте сделаем вот спереди. Потому что обычно на прицел смотрят вот так вот сзади. А здесь как раз таки его будет не видно этот шовчик. Поэтому я выделил этот loop. F, чтобы сфокусировать. Потому что камера работает надекватно. И нажимаю C. Вот. Теперь опять нажимаю F4. И выделяю этот остров с контролем. Этот остров. Нажимаю U. Потом букву O. То есть optimize. И клавишу P. Упаковать. Вот. Пожалуйста. Все упаковал. Так. Смотрим, где нам еще оба все это дело разъем. Здесь у нас лежит все хорошо. Все четко. Тут ничего не надо больше разворачивать. Внутри вот этот цилиндр у нас. Видите? С ним тоже самое. То есть. Так. Остров. F2 нажму. Вот это ребро. Нажму C. Теперь F4. Выделяю вот этот island. И нажимаю опять же U. Optimize. И пак. Вот он. То есть опять же все-все-все функции. Я тут не показываю. Потому что тут. Ну на самом деле очень много всего рассказывали. Можете сами просто посмотреть. Возле каждого меню есть знак вопроса. Который вам позволит посмотреть какую-то документацию. У вас просто перекинут в браузер. То есть вас не в интернет будут закидывать. А именно в документацию, которая хранится на вашем компьютере. Где-то в папке. Также можно просто кликать по этим названиям. Они будут сворачиваться. Вот в такие штуки. Соответственно. У меня они все не влазят. Когда они развернуты. То есть. Поэтому иногда приходится их сворачивать. Либо разворачивать. Вот. Примерно как-то так. Ну вот. Вот например. Давайте наведем на вопросик. То есть. Вас просто кидают в браузер. И вы можете посмотреть здесь какую-то штуку. Но опять же. Вы скажете. Блин. По-английски. Ничего не понимаю. То если вы используете Google Chrome. То вы можете просто правым кликом нажать. И просто перевести на русский. Бум. И просто посмотреть какие-то вот штуки. Которые вам будут интересовать. Так. Давайте разворачивать дальше. Также. Вот эти полоски я все развернул. Все они развернуты. Нормально. Я вот не знаю. То ли оставить вот эту часть. Чтобы у него текстура вот так вот лежала. Либо она чтобы тоже по кругу ушла. Вот этого я не совсем понимаю. Давайте все-таки чтобы она по кругу ушла. Сделали здесь разрез. Опять же у меня выбраны айленды. Нажму F2. Чтобы выделять edge. Выберу этот edge. Нажму C. Теперь F4. Выделяю. Выделяю весь этот остров. Нажимаю U. Optimize. И пак. Давайте посмотрим где он у нас тут. Нажму F. То есть он у нас опять не развернулся. Остался по-прежнему такой же формы. Но мы его принудительно преобразуем в прямоугольники. То есть вот так вот. Хоп. И все. То есть здесь можно видеть что у нас текстура немножко перетянута. Но ничего страшного. Потому что оно в принципе так и должно. То есть это нормально. Потом давайте посмотрим спереди. Так спереди я не знаю. Либо. Хотя спереди пускай так остается. Там у нас просто запекаться все это будет. Пускай оно так и останется пока что. Так. В общем на этом я думаю. С разверткой как бы все. Потому что текстура лежит достаточно хорошо везде. Только ее следует сейчас упаковать все это дело. Давайте это все делать и репаковать. И так же. Так как у нас вот этот объект. Он находится внутри. Он слишком большой. Нам его нужно будет как-то отмасштабировать. Чтобы он не занимал так много места. Поэтому я нажму Tab. И просто отскелю вот этот цилиндр. Чтобы он поменьше был. То есть примерно вот так вот. Потому что он находится все равно внутри. Его практически не будет не видно. А место он занимает прям больше всего. Так. Теперь я Ctrl A выделяю все. И нажимаю клавишу P. Упаковать. Но как видите он у нас отскелил заново. Поэтому нужно Ctrl Z. Здесь другую упаковку использую. То есть есть Pack Translate. И Pack просто Pack. То есть если упаковать то он масштабирует все эти острова. Если я нажму вот эту Pack. То есть Shift P. То он мне оставит мой элемент. Который я отскелил в том размере. Который я и делал. Так. У нас еще вот этот какой-то проблемный. Сейчас давайте посмотрим что это такое. Выделю его. Нажму F. Ага. Я вот этот участок забыл. Развернуть. Давайте то же самое. Нажму F2. Два раза вот по этому ребру. Он выделяет целый луп. Нажимаю C. Вот. Отрезал его. И теперь где-нибудь шов. Ну опять же пускай будет. Посетительных. Хотя нет. Давайте его где-нибудь сбоку сделан. Здесь где-нибудь. Нажимаю просто C. F4. Выделяю это. С контролом это. Нажимаю U. Оптимайз опять букву O и P. Так. Он куда-то это все дело запаковал. Куда? Вот сюда. Окей. Опять же давайте перепакуем. Выделяю все. Control A. И нажимаю не просто P, а Shift P. Чтобы опять же он нам не отскелил вот этот элемент. Shift P. Все. Он нам перепаковал. Также можно в упаковке. То есть packing properties. Поставить на значение fast, normal, high, либо gold. То есть я обычно ставлю на gold. И ставлю здесь уже пресет на 10. То есть это позволяет 10 раз. Ну программа будет 10 раз пересчитывать упаковку. То есть она по сути упакует вам 10 раз подряд. И выберет самый там наилучший вариант упаковки. Давайте нажму Control A. Чтобы все выделить. И нажму опять же Shift P. То есть в левом нижнем углу вы можете у меня видеть, что идет пак 6, пак 7, пак 8. Ну и так далее. То есть он сделал 10 раз. Все. То есть сейчас у меня автоматически все это упаковал. Все как бы в масштабе один к одному. То есть все элементы будут иметь одинаковый Textile Density. Textile Density опять же можете посмотреть, что это такое отдельно от ролика. Я думаю, будет достаточно интересно. То есть у меня Textile Density вот на этих элементах он высокий. А здесь вот внутри он у меня более мелкий. То есть у меня здесь текстура более крупного размера будет. То есть видите, да, у меня здесь квадратик такого размера. Соседний очень маленький. То есть здесь плотная будет, текстура хорошая. А здесь будет более такая мыльная. Ну в общем как-то так. Так, на этом в общем я развернул всю модель. Теперь можно вкратце опять же пробежаться, посмотреть здесь, что у нас имеется. Дожму E и посмотрим, что у нас получилось. То есть опять же здесь перетяжки, но это нормально как бы в этих местах. То есть вот этот у нас элемент отскеленный, который. Ну а все остальное просто как бы супер. Так, давайте нажму E. И можно теперь просто нажать Ctrl S. Он нам как бы сохранит. И тем самым он нам отправляет обратно все это в Blender. Теперь я опять же выделяю все объекты. Захожу в UV Editor. Давайте выделим все. И можем видеть, что вот она наша развертка. Та, которая сделана в Resume UV. То есть вот она отскеленный наш элемент. Все хорошо. Давайте вернемся на вкладку Layout. Вот так вот. Также нажмем Ctrl S, чтобы сохранить проект. Ctrl S. Так, теперь давайте нажму N, чтобы скрыть эту панель. И давайте подготовим модель к следующему ролику. Потому что в следующем ролике мы уже будем запекать текстуры. И собственно текстурировать модель в Substance Painter. Давайте включим VSS High. То есть я поставлю галочку. И развернем список. То есть как можем видеть, у нас в High Poly коллекции у нас находится 5 элементов. 5 элементов, а в VSS Low 4 элемента. То есть для запекания по именам нам нужно, чтобы в High Poly было 5 элементов. Что в Low Poly было 5 элементов. Потому что мне нужно, чтобы он запекся. То есть мне нужно, чтобы у меня вот этот элемент, то есть наш шов, запекался вот на этот элемент. И на дуло одновременно. Но они у нас разные объекты. Поэтому придется сейчас объединять все вот эти 3 элемента. То есть шов, ну по крайней мере у High Poly. Вот эту мушку, шов и дуло. И у Low Poly придется объединять вот этот элемент и дуло. Давайте начнем с High Poly. Я просто вскрою Low Poly коллекцию. Но так как мы сейчас будем объединять все вот эти штуки. Мы собственно, так как у нас имеется целая куча модификаторов. Что здесь, что там, что на шве. Мы их просто все потеряем. Либо же они примут какие-то свойства одного объекта, что может плохо сказаться. Поэтому давайте пересохраним проект под другим именем. Я нажму Ctrl-Shift-S. И сохраним его. То есть у меня эта папка Tutor. Я сохраню его как Tutor. Tutor.Rezerve. Re-Zerve. Tutor.Rezerve. То есть позволит нам в случае чего вернуться назад. И у нас будут все модификаторы. Ну и так далее. И теперь нажму Save as Blender File. Вот. Теперь можно в принципе применять все эти модификаторы. Мы применяем Apply у шва. Здесь тоже самое. Все раскрываю. Применяю по очереди. Bevel применяю. Subdivision применяю. И Выщет Normal тоже применяю. Так. У дула просто выщет Normal. Просто значит применяем. Все. Теперь нужно все это дело объединить. То есть вот эти элементы у нас как бы на них соответственно шов не будет запекаться. То есть нам нужен только вот этот элемент. Чтобы на него шоу запекся. И вот этот элемент. То есть давайте все будем присоединять вот к этому стволу. Его правильно там называть вроде как. Ну или дула, ствол, глушителя. Вообще без разницы. В общем выделяю этот элемент. Выделяю теперь шов. С шифтом. И с шифтом выделяю последний вот этот элемент. Чтобы он подсвечился оранжевым. Будет самое главное. И нажимаю клавишу Ctrl J. Все. Теперь это у нас один целый объект. Теперь у нас будет все запекаться хорошо. Теперь у нас имеется три объекта всего лишь. Теперь откроем Low Poly. И сделаем все то же самое. Давайте опять же для удобства скроем High Poly. То есть у нас здесь модификатор вроде нигде нету. Все хорошо. То есть беру вот этот элемент. И присоединяю его к стволу. Нажимаю Ctrl J. Все. У нас теперь здесь тоже три элемента. Теперь давайте сверим имена. Чтобы правильно все было. То есть цилиндр Low. Цилиндр High. Цилиндр точка 001 Low. Цилиндр 001 High. Куб High. Куб Low. Все соответствует. То есть теперь у нас все готово для запекания. Разверка есть. Правильное наименование у нас тоже есть. Количество элементов соответствует количеству элементов. Ну количество High элементов соответствует количеству Low элементов. Ну и так далее. В общем это можно все вот так вот свернуть. И пока что давайте High Poly оставим видимое. Low Poly скроем. И нажмем Ctrl S. Еще раз. Все. То есть у нас тутер и резерв сохранен. Так ну и на этом в общем я думаю серию стоит закончить. Начнем уже в следующей серии запекать это все дело. И текстурировать в Substance Painter естественно. Сорян что я немножко тупил. Потому что тяжело объяснять. Я думаю вам объяснять не нужно. Поэтому ждите следующей серии. Также можете по ссылкам в описании смотреть какую-то информацию. Которую я оставляю в конце ролика. И подписываться там на группы ВКонтакте. Там у меня тоже есть. Там можете посмотреть. Там я иногда выкладываю какие-то данные. Какую-то информацию. Ну и в общем у меня на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok